Если вы работаете на себя и вам нужны клиенты из соцсетей, то, соответственно, в этих соцсетях нужно что-то делать. Нужно размещать контент, нужно продвигаться, в общем, нужно уделять этому время. А что конкретно надо делать? Какие инструменты, какой контент, в каких соцсетях? Время не резиновое, давайте определимся, чем мы будем заниматься, чтобы эффективность была максимальной. Привет, меня зовут Артем Сенаторов и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, что непосредственно должны делать эксперты для привлечения клиентов из соцсетей, что даст максимальный результат. Для простоты и наглядности я разбил все на 5 категорий. Звучат так, это обязательно, желательно, по приколу, не нужно и одноклассники. Поехали! Номер один Instagram Reels. И Reels попадает у нас, естественно, в категорию обязательно, на то есть сразу две причины. Первое, это то, что Reels бесплатный инструмент продвижения. То есть, если вы снимаете ролик, вы знаете, да, он может попасть благодаря умной ленте вашим не подписчикам. И если ролик сделан качественно, есть шанс на то, что они станут подписчиками, а затем и клиентами. Но есть и второй момент, да, о котором мало кто говорит, это то, что Reels очень крутой инструмент для того, чтобы постоянно мелькать перед своей аудиторией, чтобы они вас не забывали, чтобы вы были на связи. И тем самым, ну, вот этот connection бы продолжался. И тоже, да, люди, которые с вами общаются в соцсетях, они же не сразу покупают, далеко не все, да. Поэтому нужно какое-то время на, не очень люблю это слово окей, прогрев. И после этого человек становится уже вашим клиентом. Поэтому Reels обязательно надо делать. Две мощных причины на это. Идем дальше. Видео на YouTube. Видео на YouTube – это такая тема, которая, знаете, всегда вот многие хотят заняться YouTube. Я сам вот занимаюсь, как видите, да, прямо сейчас записываю традиционные классические видео именно на YouTube. И, в принципе, это штука, которая работает убойно, потому что YouTube – это второй в мире поисковик, если вы вдруг не знали, да. То есть после Google люди очень часто ищут в YouTube что-то. Если вы этим занимаетесь, то это крутая идея, но при этом понятно, что с точки зрения продакшена, с точки зрения создания контента, YouTube – это сложная история. То есть ее, ну, как-то вот надо больше времени, больше ресурсов, больше сил, чтобы создавать, да, и денег больше, да, в принципе, тоже, если вы монтируете не самостоятельно, как вот я, например, я сам не монтирую ролики. Поэтому YouTube мы помещаем во вторую категорию, в категорию «Желательно». То есть если у вас на это есть ресурсы, то было бы неплохо, чтобы вы YouTube тоже делали. Если нет, то это все-таки не обязательно. Номер три – это телеграм-канал. И здесь не будет никакой интриги, никакой тайны, потому что телеграм-канал вести обязательно. Сейчас, в 2023 году, когда я записываю это видео, телеграм набирает просто сумасшедшие обороты. Сразу по двум причинам. Первая причина – это то, что он никем, ничем не заблокирован, никак не ограничен на территории России. И, соответственно, доступ у людей к нему повсеместный, да, каждый, у кого есть интернет, у того есть и телеграм. И в подтверждение тому есть тот момент, что по итогу 2022 года телеграм обогнал WhatsApp по количеству трафика. То есть, другими словами, людям нравится проводить время в телеграме. Каналы в телеграме – это прикольный такой интерфейс одного окна, да, то есть, разные типы контента ты можешь загружать просто в свой канал. И это все попадает в ленту. То есть, удобно людям, относительно легко можно делать. За телеграмом явно будущее, то есть, это тренд, который набирает обороты. Поэтому обязательно стартуйте свой канал, начинайте его вести. И если он у вас на капельнице, вы его ведете, ну, скажем так, левой ногой, то займитесь им активно. Это прям важно сделать. Следующее – это TikTok. И здесь все не так однозначно. Тут есть разные версии. С одной стороны, я как человек, который набрал более полмиллиона подписчиков в TikTok, могу сказать, что это крутая соцсеть. И вообще, именно с TikTok пошел вот этот формат коротких видео, да, когда соцсеть взорвала все. С другой стороны, есть множество нюансов. Ну, во-первых, один из них – это то, что TikTok в России работает через одно место, потому что сам TikTok ограничил размещение контента. Ну, то есть, в общем, сама соцсеть предприняла некие меры после 24 февраля 2022 года. И, соответственно, ну, это уже делать не очень удобно. При этом также многие отмечают, что в TikTok довольно проблематично продавать. И это не единичный случай. Я постоянно на этом, ну, как бы заостряю внимание и спрашиваю у людей, что у них сработало лучше, что хуже. Вот даже сегодня я виделся со своим тренером по боксу, который снимает видео и размещает их в разных соцсетях. И он говорит, мне постоянно приходят клиенты из Reels. То есть, я снимаю Reels, публикую, люди приходят, записываются на тренировки. Те же самые видео попадают в TikTok. И даже если они набирают какие-то просмотры, то ни одного, говорит, клиента из TikTok у меня не было. Поэтому, в принципе, если вы как-то имеете возможность добавлять видео, чтобы они набирали просмотры, вы снимаете Reels, добавлять туда что-то в TikTok попреково можно. Но если вы прямо сейчас TikTok не ведете, то ничего смертельного в этом нет. Дальше идем в Shorts, точнее, YouTube Shorts. Почему я это выделил в отдельный инструмент? Потому что, в принципе, вы можете ввести YouTube, не снимая классические вот эти горизонтальные видео. Вы можете просто туда опрокидывать свои шорты. И, соответственно, у вас, ну, допустим, если вы каждый день снимаете Reels, и просто тот же самый материал добавляете в Shorts, то у вас и YouTube обновляется каждый день. Из новостей очень интересный такой заголовок я увидел совсем недавно. Это то, что Shorts перевалил за планку 50 миллиардов показов видео в сутки. Ну, то есть, уже как бы и TikTok обогнал, да? Потому что Shorts, как ролики, тоже индексируются поисковиком. Мы уже говорили в этом видео, что YouTube – это поисковик номер два. Соответственно, Shorts, если вы правильно будете их называть, они могут подтягиваться людям в поиске. Поэтому очень желательно это делать. Я не говорю обязательно, потому что это, по сути, тоже отдельная работа. Да, нужно эти ролики добавлять, не забывать, как-то их описывать, смотреть, что делается. Но если вы можете малой кровью, например, кому-то делегировать это, как вот я сделал, у меня есть участник команды, который просто все рилзы, которые я публикую, перезаливает в Shorts. И они тоже там что-то набирают. У меня в Shorts не было каких-то вау-миллионных просмотров, но при этом какой-то там ролик я там видел 80 тысяч набрал. То есть, в принципе, нормально. Я понимаю, что 80 тысяч увидели мой ролик, и если бы я это не заливал в рилз, то моя аудитория, которая хоть как-то я где-то мелькнул, была бы на 80 тысяч меньше. Поэтому, так как это тоже бесплатно, очень желательно это делать. Добавляем в категорию «желательно». Движемся дальше. Твиттер на очереди. Слушайте, здесь я сразу скажу, твиттер мы добавляем в категорию «не нужно». Почему? Сразу парочка причин. Первая из которых – это то, что твиттер в России так и не выстрелил. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки это чуть ли вообще не соцсеть номер один, они все там твитят, и там Дональд Трамп твитил, вот его там забанили, потом разбанили. Илон Масс покупает твиттер, вводит новые правила, общество все это обсуждает. То есть, твиттер – это крутая штука, но не у нас. У нас твиттер никогда не был, скажем так, народной соцсетью. Это все время какой-то довесок к чему-то еще. И плюс к этому, твиттер как текстовая площадка, куда мы пишем какие-то заметки, сейчас замещается по факту Телеграмом, который мы говорили. То есть, весь текстовый агрегатор, кто раньше писал в ЖЖ, кто писал в Фейсбук, кто писал потом посты в Инсте и кто твитил, сейчас в большинстве своем у всех этих людей есть Телеграм-канал. Потому что Телеграм – это про почитать. А твиттер как-то, ну, вот в плане поиска клиентов, в плане вот маркетинга, продвижения не очень сильно дает эффект. При этом я признаю, что в России у твиттера есть определенная аудитория, есть люди, которым это нравится, очень много политических твиттеров и так далее. Поэтому я говорю, что это не нужно. Вы можете быть крутым, успешным экспертом с очередью клиентов и без твиттера. Но при этом, если вы уж фанат и его ведете, то, конечно, наверное, вам стоит продолжать. Сторис. Инстаграм-сторис. Здесь все у нас совсем просто. Никаких нет вторых точек зрения, это просто нужно делать. И я здесь сталкиваюсь с таким мнением, что вот мне сложно вести сторис, я не понимаю, что мне там снимать. Слушайте, мы все с этого начинали. Никто не начинает вести сторис гениально в первый же день. Я снимал сторис, и это было днище. То есть просто просмотры, охваты стремились к нулю. Я тоже не знал, что интересного снимать. Но потом я начал просто себя заставлять снимать хоть что-то. То есть просто идея в том, чтобы наработать привычку это делать. И потом, когда уже есть привычка снимать, что попало, ты начинаешь как-то фильтровать и придумать какие-то рубрики, что-то докручивать, какие-то сериальные истории туда инсталлировать. То есть мы когда что-то делаем с интригой, получится, не получится, всегда людям чуть более интересно смотреть. Например, у меня в сторис был сериал о том, как я получал права. То есть я сдавал на права, я не сдавал на права. Я там провалил экзамен, я пошел на пересдачу, вот сдам, не сдам. Короче, была некая интрига такая. Понятно, что небо на землю не упадет, если я там права не сдам. Но людям было интересно, кто-то меня поддерживал. И получился какой-то движ в этом. То есть сторис, в этом их и прикол, что они исчезают через сутки. Нужно смотреть прямо сейчас, чтобы узнать, что было раньше, что будет дальше. Обязательно нужно это ввести. И плюс к этому, мы сейчас говорили про то, как это делать. А для чего это делается? Для того, чтобы продавать. Потому что 90% продаж в инстаграме делаются через сторис. То есть, если вы не ведете сторис, это просто вы недозарабатываете. Поэтому мы не обсуждаем, вести их или нет. Мы говорим, а как нужно их вести так, чтобы клиентов приходило больше. Поэтому сторис обязательно. Дальше подкасты. Сейчас мы говорим про подкасты, как аудиоформат. Очень много площадок, платформ для подкастинга. И в принципе, есть у нас в стране, в России, в СНГ, аудитория, которая слушает подкасты. Это набирает, пускай не так быстро, как, может быть, хотелось бы, но все-таки набирает обороты. Но при этом подкаст я ставлю в категорию по приколу. Ну, потому что записывать качественно и регулярно подкасты, это прям серьезная история. Многие комбинируют. То есть, например, они делают длинные видео на Ютубе. И потом просто забирают оттуда аудиодорожку. И ее заряжают уже в сервисы подкастинга. Да, так возможно. Почему нет? Вполне себе хорошая история. Если вы уже этим занимаетесь, то можете добивать подкастами. Но делать их отдельно, это очень много затрат, в первую очередь, времени. Потому что нужны темы, нужны гости, нужно рассуждение, нужно записывать. Подкаст обычно идет какое-то продолжительное время. То есть, Reels, например, сделать сильно проще. А идею туда тоже можно какую-то правильную использовать для клиента внести. Поэтому пусть будет по приколу. Далее. Посты в Инстаграм. Старые, добрые посты, которые многие уже успели похоронить. И ваш покорный слуга в том числе. Но вот Адам Мессери сел в Инстаграм в январе 23-го. Сказал, что за прошлый 22-й год сеть показала слишком много Reels-ов. И поэтому нужно в этом году, в 23-м, соблюсти некий баланс. Это не значит, что Reels больше не работают. Это значит, что посты будут работать не хуже, чем Reels. То есть, по уму нужно делать и то, и другое. Единственное, есть пара нюансов. Первый из которых в том, что я рекомендую делать посты карусели. Это когда вы просто листаете картинки, и на картинках что-то написано. Это не только из-за эстетической составляющей делается. Это делается из-за того, что Инстаграм знает, до какой картинки домотал пользователь. И тем самым, читая далее, да, вот проматывая эти картинки, Инстаграм делает вывод, что, ага, раз человек читает дальше, то ему, значит, интересно. Соответственно, этот пост можно двинуть. То есть, вот так мы это воспринимаем. И вторая тема – это то, что выбирая между Reels-ами и постами-каруселями, я все равно бы остановился в первую очередь на Reels-ах. Именно поэтому Reels-ы у нас в обязательной категории. Почему? Потому что, когда вы пишете Reels экспертный в формате educational stand-up, то есть, когда вы что-то говорите в камеру, люди привыкают на вас смотреть, люди привыкают вас слушать. Это очень важно, потому что, если вы, эксперты, что-то продаете, то когда человек у вас это что-то покупает, он становится, ну, как бы вот, вашим клиентом тоже начинает с вами общаться. Пусть он начинает общаться с вами раньше. Пусть он смотрит на вас, соглашается с вами или не соглашается. В общем, он пусть коммуницирует. Текст – это как-то менее персонально, больше обезличено. Поэтому можно делать посты-карусели. Я ставлю это в категорию «желательно», но при этом не обязательно. Дальше у нас «одноклассники». Мы ставим «одноклассники» в категорию «одноклассники». То есть, это просто самое днище. Сколько бы эта соцсеть не говорила, что там, значит, средний возраст 34 года. Да-да-да. В общем, не получается у них реанимировать. Все равно это, ну, это все равно дно, потому что в «одноклассниках» супер тяжело продавать. Там мало кто хочет что-то покупать. Там самый дорогой трафик по таргетированной рекламе, потому что очень много ботов, и показы ботом засчитываются как за показы. В общем, это просто то, чем не надо заниматься. Не тратьте, друзья мои, свое время. Я думаю, что вряд ли здесь кто-то есть из числа моих зрителей, которые развивают «одноклассники», но так как мы решили сделать обзор всего, вот про них тоже вспоминаем, но ненадолго. Ну и, наконец, финальный инструмент – это сообщество ВК. Здесь чуть по-другому все обстоит, потому что ВК, да, у нас, конечно, тоже. По сравнению с Инстаграмом, это все-таки шажок назад, но так как там действительно много людей, так как ВК чуть более прогрессивно, чем «одноклассники», хотя в «одноклассниках» тоже есть свои сторисы, они называются «моменты». Ну, окей, ВК – это штука, которая все-таки работает. Там все-таки есть аудитория, и у меня мой паблик ВКонтакте, который я создал больше 10 лет назад, называется «Литературный оргазм», там более 900 тысяч подписчиков, он до сих пор жив, и хотя там охваты сильно ниже, чем в лучшие годы ВК, все равно охваты идут на тысячи, десятки тысяч. То есть, короче, люди там есть. Я ставлю ВК в категорию «по приколу», потому что если у вас хватает времени или вы можете делегировать, то пусть это будет лучше, пусть будет, чем не будет, но при этом, если у вас вообще ничего нет, и вы только начинаете, то добавляйте к релзам и сторисам, ну, не знаю, там, канал в Телеграме, то есть делайте только то, что обязательно. Итак, итог, который я, в принципе, уже озвучил, да, то есть мы делаем релзы, мы делаем сторисы, мы ведем канал в Телеграме, и все остальное, если хватает времени и желания, начинаем подключать, да, здесь мы добавляем YouTube Shorts, тут мы можем заняться, я не знаю, там, вот таким вот YouTube, да, с горизонтальными видео, почему бы нет. Напишите, друзья мои, в комментарии, а, собственно, что делаете вы, какие связки работают у вас, может быть, я что-то забыл, или вы с чем-то не согласны, давайте обсудим в комментариях. Обязательно подписывайтесь, потому что здесь видео сейчас будет выходить регулярно, мы будем обсуждать экспертный бизнес, соцсети, тренды и все остальное. Короче, если вам было интересно, лайкните, подписывайтесь, и увидимся в новых видео. Меня зовут Артем Сенаторов, пока!